В космосе и на Земле время течёт по-разному. Как утверждают учёные из-за гравитации, чем она сильнее, тем медленнее будет идти время. Например, на МКС, которая вращается вокруг Земли на низкой орбите, время на доли секунды течёт быстрее, чем на планете. Ещё быстрее — код времени у спутников, работающих на высоких геостационарных орбитах. Изменения течения времени мы пока летаем на станции, всё-таки не ощущаем. Потому что летаем мы на не настолько больших высотах, не настолько на большом удалении от нашей планеты. Всего лишь 400 километров, 420. И, конечно, если это изменение есть, и оно есть на какие-то сотые доли секунды, то мы это никогда не почувствуем. По теории относительности Вселенная расширяется с ускорением, которое ей придаёт таинственная тёмная энергия. Точного определения этому загадочному явлению пока нет. Но есть мнение, что это связано с процессом замедления времени, которое мы воспринимаем как расширение Вселенной. Время течёт по-разному в разных гравитационных полях. И, строго говоря, вот здесь время течёт не так, как здесь. Вот тут оно течёт чуть медленнее, просто потому что это место ближе к центру Земли. И здесь большая величина потенциала гравитационного поля. Соответственно, на поверхности Солнца время течёт не так, как на расстоянии, скажем, 10 миллионов километров от поверхности Солнца. С помощью водородных стандартов частоты, которые ещё называют атомными часами, учёные изучают воздействие гравитации. Установленные на космических аппаратах, они приводят земное и космическое время к единому знаменателю, то есть синхронизируют. Сейчас только у ленивого, наверное, нет мобильного телефона, но никто не задумывается над тем, что для того, чтобы она работала, станции, вот эти сотовые станции, которые вот сеть образует, должны быть жёстко синхронизованы по времени. И это речь идёт о миллионных долях секунды. Атомному времени столько же лет, сколько и космонавтике. Первые атомные часы появились в середине 20 века. Сегодня его главные потребители — навигация и цифровая связь. Водородными стандартами частоты оснащены все спутники ГЛОНАСС. Оно пронизало всю инфраструктуру, весь транспорт, все системы связи, все системы синхронизации. Российский талон точного времени хранится в Подмосковье, в Научном институте физико-технических и радиотехнических измерений. В мире таких атомных часов 450. Они задают международный стандарт времени. Сегодня в мире монополисты на точное время две страны — Россия и США. Но если в Америке атомные часы на основе цезия, радиоактивного металла, то в России на основе водорода элемента более безопасного и долговечного. Большая часть этих приборов рождается в Нижнем Новгороде. В год здесь выпускают до 20 атомных часов. Атомы попадают через узкое отверстие, и по теории вероятности они могут находиться здесь в районе одной секунды. У них нет циферблата и стрелок. Этот прибор напоминает железную бочку с проводами, внутри которой самые передовые технологии — высокоточная радиоизмерительная аппаратура с атомным стандартом. Атом водорода получается в источнике водорода, который расположен вот здесь вот внизу. Значит, поступает молекулярный водород, подается в высокочастотное поле, и получается низкомолекулярная плазма, где молекулы водорода разваливаются на два атома. Сердце атомного стандарта — специальный источник, в котором хранится водород. Воздействуя на атомы водорода, с помощью электромагнитного поля получают сигнал. Это видно по ярко-малиновому свечению. Затем водород попадает в кварцевую колбу и излучает квант радиоволны. Для того, чтобы снизить магнитное поле, мы используем многослойный магнитный экран. Материалы, из которых сделаны атомные часы, включают десятки наименований — железо, серебро и кварц, алюминий и кремний. Такой набор не случайен. Все материалы уникальны по природным свойствам, и каждый играет свою роль. Совершенно удивительным свойством обладает никель. Если никелевую тоненькую пластину, скажем, да, нагреть, то, оказывается, сквозь нее, прямо сквозь металл, прекрасно проходит водород. И никакие другие газы. Все детали часов тщательно проверяют. Не каждый металл выдержит условия вакуума и космической радиации. Надежность приборов рассчитывают с помощью математических моделей. Сейчас мы проводим очистку деталей. В данном случае первая операция обезжиривания. Перед сборкой все детали атомных часов проходят многоступенчатую обработку. Сначала металл очищают от грязи, щелочи и жира. Для атомного стандарта – высочайшие требования стерильности. Затем температурные испытания. От минус 50 до плюс 50. Потом установленный на платформу прибор тестируют в условиях вакуума. Здесь мы создавали высокий вакуум. Отсюда мы отводили тепло по специальным шлангам, где циркулировал хладагент, который позволял отвести лишнее тепло. Здесь мы испытывали прибор, прежде чем поставить его в Академию наук для общих испытаний, для стыковки его с научной аппаратурой радиоастрона. Несколько лет назад нижегородцы выполнили заказ Астрокосмического центра Академии наук. И теперь водородные стандарты частоты работают на спутнике «Спектр-Р» с телескопом «Радиоастрон». Он уже 4 года изучает в режиме интерферометра темную энергию и материю Вселенной. Впервые активные атомные часы, активные водородные стандарты частоты успешно работают в космосе уже на протяжении почти 4 лет. Собственно, благодаря тому, что мы запустили такие точные часы в космос, стабильность их примерно находится на уровне 10-14 секунд за секунду, или по-человечески они уходят на одну секунду за много миллионов лет. Такой же прибор будет установлен и на аппарате Роскосмоса «Спектр-М» с российским космическим телескопом «Миллиметрон». Главное отличие от радиоастрона. Новая космическая обсерватория будет работать в другом диапазоне волны. «Миллиметрон» увидит, как формируются звезды и экзопланеты. И самое главное, заглянет за краешек черной дыры в центре нашей галактики. Именно там, по мнению ученых, из-за чудовищной силы гравитации время почти останавливается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова